вот совершенно запущенные ноготочки кутикула просто ужаснейшая отросла насыпала вот столько ну сейчас я там такое сделаю такое придумаю но на себе фантазия отдыхает всем привет с вами я галя и мои вот совершенно запущенные ноготочки кутикула просто ужаснейшая отросла она пересохла после мытья конечно же ку горы посуды без перчаток ну и ногтевая пластина сильнейший сильнейший пересушена также испорчена ну все-таки маникюр надо делать я хочу убрать кутикулу а также нарастить с помощью верхних форм ну кому интересно оставайтесь на канале надеюсь понравится ну что отодвигаю кутикулу своей апельсиновой палочкой и так сказала своей как будто бы чей-то еще не апельсиновая палочка должна быть или одноразовая или 1 для одного клиента так отодвинули это облегчает потом работу фрезы у меня фреза торнадо с синей насечкой и Продолжение следует... Буду делать комби-маникюр и срезаю кутикулу. Так как у меня тоже сильно сухие боковые валики, я их чуть-чуть тоже подрезаю. Хотя знаю, что типа как бы нельзя, лучше их спиливать, но не знаю. Мне как-то так привычнее уже. Субтитры сделал DimaTorzok Зашлифую чуть-чуть срез, а также боковые валики. Вот такой вот фрезой. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас приступаю уже к правой. Правая будет чуть труднее, потому что реально там уже как-то сложнее, как всегда. С этой рукой справиться, потому что она плюс кутикула, смотрите, прям какая. Ну а мы постараемся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Ну что, убрала я пыль, нанесла дегидратор. И ни в коем случае я не трогаю ногтевую пластину, не поправляю волосы, ничего. Вот ручка должна стоять на столе. И сейчас наношу праймер, который тоже сохнет на воздухе, как и дегидратор, без помощи лампы. Промазываю нашу ногтевую пластину. Жду полного высыхания. Полное высыхание, это когда опять-таки наша ногтевая пластина побелеет. И буду наносить базу. У меня база от фирмы Гель Артист. Надо было приоткрыть ее раньше, чтобы, знаете, вот при открытии даже не зацепили мы эту ногтевую пластину. Итак, она достаточно такая густоватая. Теперь втирающими движениями наношу базу. Втирающими для того, так как мы подняли чешуйки ноготочкой, пилочкой, да, ее, как можно сказать, распушили. И теперь для хорошей именно сцепки мы втираем нашу базу именно в эти чешуйки. Чтобы база пропитала эти чешуйки, можно сказать, с двух сторон. А вернее, со всех сторон. Вот поэтому втирающими движениями. Небольшой слой. Вообще кисточка полусухая. Некоторые, конечно же, берут вообще другую кисть. Маленькую, тоненькую, не тоненькую, а широкую и маленькую. Чтобы ворс был такой короткий. И она прям втаптывает эту базу в ногтевую пластину. Ну, я как-то не знаю, не очень я люблю использовать другие кисти. Я беру эту же кисть с флакона. Стараемся нанести базу так, прям на всю именно длину и вообще на всю-всю-всю ногтевую пластину, чтобы не было проплешин. Только, конечно же, надо быть осторожной именно с кутикулой, чтобы наша база не затекла под кутикулу. Потому что, если будет затек базы под кутикулу, тогда и гель будет тоже затекать под кутикулу. И потом, если так будет продолжаться некоторое время, вы можете еще и заработать аллергию на гель-лак. Да. Что очень-очень печально. Это говорю уже по своему опыту, потому что я, когда раньше начинала, я думала, о, да, так хорошо, прям надо прям всю ногтевую пластину. Знаете, я на курсы не ходила, я вот смотрела только видео с ютуба, да. И там так прям красиво, кажется, все прям делали, а я так как не знала всех этих нюансов, и я прям под кутикулу еще так хорошенечко промазывала. Думаю, о, это будет прям держаться прям намертво. И в итоге у меня получилась аллергия. Да. Очень печально. Вот поэтому предупреждаю вас также, что это все химия. Нет никаких здесь хороших материалов, здоровых, можно так сказать. Так что всегда надо быть бдительным. Поменьше, поменьше, да. Итак, нанесла и ставлю в лампу на 60 секунд. У меня лампа 80 ватт. Просушила. И теперь те же манипуляции у меня с правой рукой. Еще хочу заметить, когда вы ложите лампу, когда вы ложите руку в лампу, то не ставьте ее вот так вот. Надо, чтобы вот чуть-чуточку вот пальчики были отдельно друг от друга, а также внимательно на большой пальчик. Потому что если он просто вот лежит вот так, вот с этой стороны гель или полигель не просыхает. Вот надо вот как-то положить ручку и еще как-то приподнять пальчик. У меня было неоднократно, что когда при опиле, начинаешь пилить и раз, и половину геля снесло. Потому что вот просто, когда вы вытираете липкий слой, да, и гель снесло, потому что он не просох. Потому что ручка вот так вот просто лежала. И это не в лампе дело. Это дело в том, что просто вот сюда не попадали лучи. Уэф, уэф, лучи от лампы, да. Так что вот всегда обязательно с этим пальчиком чуть-чуть да приподнять как-то, чтобы именно с этой стороны тоже все просыхало. Это такой типа лайфхак маленький. А то многие еще грешат на свою лампу. Говорят, о, все, лампик, крышка. Теперь надо новую лампу, но не тут-то было. Для верхних форм хочу сделать замес. У меня гель от Full Beauty Clear 01. Вот он такой вот. Я хочу сделать замес, который светится ночью, флоресцентный. Вот такой вот. Это порошок. Это все приобретение с Алиэкспресс. Итак, порошочек. Так как здесь это не полный бутылек. Вот думаю, вот так как 15 миллилитров, но здесь, мне кажется, уже где-то 8, где-то так или 10. Так что будем прям сюда. Насыпала вот столько. Также хочу чуть-чуть блестяшек. У меня вот такие вот блестяшечки. Потом будем смотреть. Если надо будет больше, добавим больше. Потому что все-все-все абсолютно на глаз. И так, следующее тоже блестяшки. Только они более такие вот уже... Как это там? Цвет фиолетовый, кажется, да? Сиреневый, фиолетовый. Чуть-чуть еще и этих сюда же. Такой снежочек. И также у меня гель-лак от фирмы Эльвинкс. БТ-04. Вот такой вот красавец. Смотрите. Прелесть. Прям хамелеончик такой. Так, где зум? А зума нету. Во. Во, красавец. Видите? Не хочет зум. Так, мы его сюда чуть-чуть тоже накапаем. И у меня получится такой, мне кажется, голубоватый гель-лак. Вернее, гель. Так, а мы палочкой поможем. Спуститься капелька. И будем все перемешивать. Я надеюсь, не сильно здесь блесточек набамбурило, что сейчас оно будет сильно густое. Думаю, нет. Все отлично. Не знаю, многие вот замесы делают, да, и прям перемешивают фрезой. Вот там, не знаю, мне так не очень нравится. Тем более, все-все-все потом в этих булечках, короче, все не очень красиво. Вот такой вот голубенький, красивый, прекрасный замесик получился. Мне кажется, просто шикарно. Я люблю такое блестященькое. Так, еще перемешаем хорошенечко. Конечно, в лучшем случае надо всегда его дать, ему чуть-чуть улежаться, да. Но у меня времени нет, чтобы его дать, ему, чтобы он выпустил вот эти вот все булечки, весь воздух. Так что будем делать прям сразу же. Формы верхние у меня вот такие, вот арочные. Здесь целый патронтаж, да, но есть мои, которые я специально выбрала. Мои, именно мои, мои размерчики, чтобы потом опять по-новому не искать. И сейчас посмотрим. Большой, да? Они должны прикрывать точки в роста. Вот, смотрите, видите? И, конечно же, не сильно прям надо давить. Вот у меня вот так вот. И не надо будет сильно-сильно тут наставлять этого геля. Потому что, вот смотрите, здесь идет красивый, вот уже апекс есть. И вы когда представите, вот видно, что именно сколько надо этого геля. Ну что, попробуем. Попробуем сделать. И дальше будет видно. Кстати, фонариком буду прихватывать, да. Распределяю по форме. Так как они идут арочные, в арочку надо тоже побольше чуть-чуть. Ну, не так, чтобы побольше, но геля-геля туда именно навалить, я бы так сказала. Не буду делать слишком длинные. Так, вот такой вот фонарик. Сейчас посмотрим, какие будут боковые боковушки. Потому что, мне кажется, там прям сильно-сильно прям прозрачненько получилось. Итак, просушила я ноготочек. Но, как вы видите, вот здесь вот прям боковушки прям сильно прозрачные получились. Так что я прям сейчас сниму и посмотрю, чтобы оно прям реально не было сильно пустое. Вот такая вот арочка. Ну, кажется, у боковушки здесь нормально все. Так, ноготочек один почти есть. Так, поехали дальше. Так как этот у меня ноготочек указательный, клюющий. Так что мы сюда, надо нам побольше геля. Так. И, конечно, я light. Это все! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Теперь вторая рука Ну что, сделала я уже и правую руку И пришло время снимать верхние формы Красота? Красота? Нужен отпил, да? Или будем так ходить? Ну что, опил произведен Вот такая вот форма Мне очень сильно нравится вот этот вот такой вот спил Отпил, а не спил Очень сильно нравится Ну и вдобавок мне осталось чуточку застемпить под Новый год и все И будет новогодний дизайн Снежинки Что же может быть лучше, чем снежинки, да? В новогодние дни Итак, чищу я свой штампик Белый лак от Born Pretia У меня здесь есть прекрасная снежинка Вот такая Будем над ней работать Есть Прям как будто бы в 3D получается Убираем излишки Вот так вот Так как одна снежинка полюбившаяся Поэтому ее только и трем Перекатывающими движениями Ну все, думаю, хватит И на второй руке Похоже макаром Тык-тык И натыкаем Ну и вот Наш маникюрчик готов Ну и как всегда, знаете Когда садилась делать маникюр Всегда такая думаю Ну сейчас я там такое сделаю Такое придумаю Но на себе фантазия отдыхает Тем более, как всегда На себя времени нету И стараешься сделать все по максимуму По-быстрому Вот абсолютно банальные снежинки Больше ничего такого в голову не пришло Но тем не менее Мне показалось Что все-таки оно нежненько И красиво смотрится Но зато, как все любители говорить Получился у меня авторский замес Да? Мне кажется, прекрасно И цвет хороший такой похож Да? Вот сейчас же модно тоже молочная база Да? Молочные вот эти вот все А у меня молочно-голубой Тоже красиво Так что авторский замес Пользуйтесь Спасибо всем огромное Кто досмотрел видео до конца Кстати, хочу сказать Что изнаночку я тоже топом перекрыла Да? Так как я ее пилила Да? Здесь вот Некоторые вот Спиливала Особенно вот по бокам Да? У меня чуть-чуть геля было То она матовая была Ой, здесь не допилила Видите? Вот сейчас, когда смотрю Уже увидела, что не допилила Короче, перекрыла матовым Прикрыла топом Чтобы оно не было матовым Чтобы оно чуть-чуть блестело Да Красота Мне нравится Особенно мне нравится Вот это Я обалдею И что самое главное Фишка в этом маникюрчике Вот красотищечка какая Я от этого И обожаю вот эти вот Флюоресцентные песочки Эти все вот Я обожаю такой маникюрчик Он очень классно смотрится Вообще Балдежно Еще снежинки Как-то здесь камера не фокусирует Но здесь еще даже снежинки Можно даже рассмотреть Короче, классный Вообще Шикарно Обалденно Спасибо Всем Пока-пока И до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok